И доброго времени суток, дорогие друзья! Доброго времени суток, дорогие подписчики и зрители моего канала! С вами вновь Ичи, и я приветствую вас в очередном выпуске исторического подкаста. И сегодня речь пойдет о Марии Первой, королеве Рейенде, Португалии, Бразилии и Алгарве. Итак, в династии, история которой на протяжении многих веков изобиловала трагедиями и безумием, Мария Первая, без сомнения, более всего известна в мире и, возможно, именно ее больше всего любит португальский народ. Королеву Португалии, Бразилии и Алгарве называли благочестивой Марией, пока она правила Португалией и безумной Марией, когда в 1807 году она бежала в Бразилию, спасаясь от отражения Наполеона. Истощенная своим нарастающим безумием, Мария Первая умерла в Рио-де-Жанейро в 1816 году. Но, но, было бы грешно, вот на этом и ограничить мой рассказ, а поэтому давайте-ка узнаем более подробно, кем же была Мария, как складывалась ее жизнь и тому подобное. Итак, Мария выросла при дворе вместе со своими тремя сестрами и посвятила себя религии и богословию. Очарованная ритуалами и чистотой веры, Мария проводила долгие часы в молитвах. Те, кто видел ее при дворе, говорили, что она была грациозна, несмотря на свой высокий рост и, хотя черты ее лица были несколько рисковаты, у нее была очень теплая улыбка. Но уже в подростковом возрасте она страдала от приступов меланхолии и нервного возбуждения, которые время от времени приковывали ее к постели. Когда Мария выросла, она вышла замуж за младшего брата своего отца, Педру Третьего. Несмотря на разницу в возрасте, когда они поженились, Марии было 25, а Педру 42, их брак был прочным и счастливым. Оба были очень благочестивы и несколько раз в день вместе посещали Мессу. Педру приказал снести свой дворец в Кеалусе, а на его месте возвел новый дворец, напоминающий Версаль, которым Мария восхищалась. Он стал их резиденцией в 1764 году. За годы брака Мария родила семерых детей, но только трое из них дожили до зрелого возраста. В 1776 году у короля Жозе I случился инсульт, и в феврале 1777 года он умер. После землетрясения и цунами, которые разрушили Лиссабон и побережье Португалии в 1755 году, и покушения в 1778 году, Жозе все больше отдалялся от власти, отдав бразды правления в руки своего безжалостного министра Маркиза Фомбала, который проводил реформы крайне жестоко за счет угнетения гражданских прав и личных свобод. Зайдя на трон, Мария первым делом отстранила его от работы в правительстве, главным образом из-за его последовательной анти-иезуитской политики. В течение следующих лет Португалия принимала все большее участие в жизни Европы. Перед лицом французской революции был заключен союз с Великобританией. В июле 1782 года Португалия вступила в Лигу Вооруженного Нейтралитета, в надежде остаться в стороне от разгорающегося костра наполеоновских войн. Мария и ее консорт в эти годы показали себя покровителями искусств, особенно интересуясь религиозными трудами и архитектурой. Королева уже давно страдала от религиозных маний и приступов меланхолии, но настоящий приступ безумия был отмечен только в 1786 году, когда после религиозной церемонии она начала бредить, и ее пришлось отвезти в королевские покои. Состояние королевы серьезно ухудшилось, когда, спустя год, ее муж умер после непродолжительной болезни. Всего через два года после смерти старшего сына и единственной выжившей дочери Марианы. В том же году скончался исповедник королевы. Все эти печальные события окончательно вергли Марию Первую в безумие. В 1792 году Совет Министров признал свою королеву безумной и попросил, чтобы ее единственный выживший сын Жоан взял на себя решение государственных дел. В 1799 году он принял мантию принца-регента Португалии, поскольку его мать уже была не способна править. Мария Первая была заключена во дворце. Она потерянно блуждала по коридорам, стонала «О Иисусе!» и звала умершего мужа и детей. В 1807 году, отдав правительству присоединиться к наполеоновской блокаде Великобритании, привел к франко-испанскому вторжению в Португалию. Не в силах предотвратить поражение, Жоан, по настойчивому совету британского правительства, решил бежать вместе с семьей и всеми министрами в Португальское вице-королевство Бразилию. Хотя Веллингтон удалось освободить Португалию в ходе Пиренейской войны, королевская семья еще несколько лет после этого оставалась в Бразилии. Мария провела остаток жизни в Кармо-Конвент в Рио-де-Жанейро. Все 8 лет, проведенные там, она страдала от психического заболевания, а также от дизерентерии и тропической лихорадки. Артрит и постоянные отеки Приковали ее к инвалидному креслу, а потом и к постели. Когда сын или другие члены семьи навещали ее, она кричала «Я хочу умереть!». Наконец, в возрасте 81 года ее полная трагедия и жизнь подошла к концу. Несмотря на безумие, Марии восхищались. Ее любили и в Португалии, и в Бразилии. Из-за всего того, что ей удалось сделать, пока она была у власти. Ныне в Португалии ее считают сильнейшей женщиной-лидером в истории этой страны. Лучше всего ее место в культуре страны видно в Государственном дворце Квелус, этом шедевре эпохи барокко, строительство которого она приветствовала. В Бразилии она считается одной из ключевых фигур, благодаря которым страна получила независимость. Хотя ее личная жизнь сложилась трагически, того же нельзя сказать о ее роли в истории. И, друзья, в общем-то, на этом мой рассказ о Марии Первой можно считать оконченным. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте, рекомендуйте мой канал своим друзьям. Спасибо вам за просмотр и всех вам благ, удачи, пока!